Приветствую, друзья! Начался новый учебный год. Теперь российских школьников будут обучать преступники-рецидивисты, а на уроках они будут изучать биографии полевых командиров. Многие из нас интересуются состоянием начального и среднего образования лишь раз в год, когда приходит время везти детей в школу. И перемены, произошедшие в российской школе за время войны с Украиной, станут для вас настоящим потрясением. Так что же поменялось в школе? Чего стало больше, а чего меньше? Если коротко, гораздо больше стало милитаризма, промывания мозгов и патриотизма, понимаемого как восхваления власти. А меньше стало именно того, ради чего школы и работают. Собственно говоря, науки, общего развития мозгов и нормальной социализации. Начать надо с того, что на среднестатистической школе теперь, скорее всего, висит памятная табличка о погибших на фронтах СВО выпускниках. А в классах наверняка найдется парта героя. Так называется парта с портретом и описанием боевого подвига погибшего на полях агрессивной войны, к слову, запрещенной Российским уголовным кодексом. Причем героями на партах довольно часто оказываются многократно судимы. Это могут быть убийцы, как в Качетовской средней школе Ивнянского района Белгородской области. Могут быть опасные рецидивисты. Вы же помните, кого в колониях вербовал на фронт Пригожин? Желательно, отсидевший пятнашку и более, желательно, впереди пятнашка и более, желательно, не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж. Всего по стране парт с такими героями установлены десятки тысяч. Психическое здоровье десятков тысяч школьников за этими партами никого не волнует. Ну вот, правда, представьте, на семи-восьмилетнего ученика или ученицу целый день с парты смотрят глаза мертвого человека, который сидел в тюрьме за убийство или за изнасилование, а потом за деньги и возможность выйти на свободу поехал в соседнюю страну убивать невинных людей, где и погиб сам. Что должны испытывать дети за такими партами? Вы их еще на кладбище или в морг отправьте учиться. Так патриотизм не воспитывается. Так воспитываются психические расстройства. Кто вообще мог до этого додуматься? Хотя мы знаем кто. Это проект партии «Единая Россия», которая в своей пропаганде добралась до школ и детей. Но обучением за партами с лицами мертвых проблемы школьников не заканчиваются. Детям за этими партами придется слушать еще живых ветеранов, убийц из колониального корпуса СВО на так называемых уроках мужества. Что же это за люди, ветераны СВО? Ну, думаю, вы уже догадываетесь. Вот, например, на урок к детишкам пришел ветеран, осужденный за побои жены и тещи. Вам кажется, что побои это не так уж страшно? Хорошо. Вот любви к родине учат детей убийцы и педофил. Ему ведь самое место в школе. Ну, может быть, война изменила этих людей? Может быть, они посмотрели на весь этот кошмар, переосмыслили жизнь и теперь являются образцовыми гражданами и примерами для детворы? Ну, не совсем. Вот участник СВО приехал с фронта в родной Аткарск в Саратовской области и с утра провел урок мужества в школе. Ну, и, к слову, в детском саду. А потом вернулся домой и хорошенько избил соседа и его жену, чуть не убив их. Преподал им, так сказать, урок мужества. Всего в школах уже работает свыше трех с половиной тысяч военных, вернувшихся с захватнической войны, еще раз повторю, запрещенной российским и международным правом, где они за деньги убивали людей у них, у этих людей дома. Еще раз. Все эти люди приходят в школу к вашим детям. Вот чему они их могут научить? Какой пример показать? Даже если это не бывшие зэки. Это люди, прошедшие преступную войну. Люди, которые выживали среди смерти вокруг и убивали сами. Что вы хотите, чтобы они преподали детям? Опыт убийств? Презрение к жизни? Психические расстройства? Впрочем, первые плоды такого опыта мы уже видим. Школьники в Карелии примерили на себя форму ЧВК Вагнер с нашивками «Груз 200, мы вместе» или «Мой гроб еще шумит в лесу». А чиновники потом отчитали, что школьники смогли на практике почувствовать на себе часть солдатской ноши. Пропаганда войны проникает непосредственно в учебную программу. Например, в школах будут изучать подвиги и жизненный путь таких великих людей, как Моторола, Жога и Дарья Дугина. Тут стоит коротко напомнить, кто это такие. Арсен Павлов, он же Моторола, был полевым командиром отряда сепаратистов на Донбассе. До войны он был осужден в России за угон автомобиля, а в Украине его обвиняли в многочисленных военных преступлениях. На соответствующий вопрос журналистов он отвечал вот так. Владимир Жога, он же Воха, сподвижник Моторолы, маляр штукатур по образованию. После убийства Моторолы командовал батальоном Спарта, одним из самых одиозных подразделений сепаратистов. Дарья Дугина. Это дочь философа Александра Дугина, убитая в результате террористического акта. Несомненно, жертва. Но от этого совсем не ставшая образцом для подражания. Пропагандистка второго или даже третьего ряда. Политические взгляды Дарьи Дугиной ограничивались стандартным набором примитивных и фейковых тезисов об украинских нацистах и царящей там везде русофобии. Чьи еще биографии предлагается изучить российским школьникам? Миноборнауки рекомендует учителям рассказывать детям о героях России. Большая часть списка современных героев так или иначе помогали Путину. В частности, они обнуляли его президентские сроки, выдвигали его на пятый срок, помогали переизбираться, пиарили за границей его достижения и даже исправляли языковые ошибки в публичных выступлениях президента. Это, кстати говоря, интересный сигнал. В советское время в школе, конечно, было много идеологии и пропаганды, такого культа личности в школьных программах, не было, пожалуй, со сталинских времен. Много в школьной программе теперь псевдопатриотизма и милитаризма. Учебную программу вводят предмет семьеведения. В рабочей программе нового курса указано, что ценность семьи в сознании молодых людей зачастую девальвируется под воздействием негативного влияния деструктивной идеологии. Поэтому формирование в сознании обучающихся ценности крепкой семьи, брака, многодетности является одной из основных задач системы общего образования. Вот какие элементы деструктивной идеологии девальвируют ценности семьи и брака? Ну, мы с вами прекрасно знаем, но вот тут минобразование деликатно умалчивает. Раньше в школах были уроки ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. Теперь они будут называться «основы безопасности и защита Родины». Чувствуете разницу? Раньше детей должны были учить их личной безопасности, а теперь акцент смещен на защиту Родины. Причем Родина традиционно понимается как действующий режим. Мол, не время думать о себе, надо защищать и власть. Ну и действительно, если все научатся на уроках обеспечению собственной безопасности, то кто пойдет на фронт агрессивной войны? А тема войны в терминах СВО и в широком смысле мобилизации пронизывает теперь всю школьную программу. В ЕГЭ включаются вопросы о полевых командирах с Донбасса. Школьников убеждают вступать в путинский аналог пионерии под названием «Движение первых». При этом вы ничего не копируете, а возрождаете на современном уровне хорошие, добрые традиции. В том числе те, которые были у пионерской организации. Ну и конечно, в путинский аналог Гитлерюгенда – юнармию. По данным на 23 год, больше тысячи юнармейцев стали участниками войны против Украины. Это к вопросу, к чему теперь готовят в школе. К поступлению готовят. Но не в ВУЗ, а в армию. Чтобы понять масштаб идеологической накачки школьников, просто посмотрите на расписание патриотических мероприятий в одной из школ Тюменской области. 16 мероприятий за 11 дней. Вот когда при таком расписании учиться? Да некогда. Нужно же патриотизм укреплять. Школу нужна не для учебы. Примеры вхождения войны в деятельность российской школы можно продолжать бесконечно. На школьных ярмарках собирают деньги на СВО, школьников заставляют плести маскировочные сети, а кое-где даже заниматься изготовлением буквально боевого снаряжения. Может быть, в российских школах все так хорошо, что только патриотизмом и остается заниматься? Вовсе нет. По данным Министерства просвещения, в 2023 году уволилось больше 193 тысяч учителей. Это максимальное значение с 2017 года. Уволился каждый седьмой учитель. Среди основных проблем, с которыми они сталкиваются – маленькие зарплаты, большие объемы бумажной работы, низкая социальная защищенность, отсутствие независимого профсоюза. О чем вообще можно говорить, когда учительские оклады в России, как правило, меньше мрот. Чтобы получать хоть сколько-нибудь приличные деньги, учителям приходится заниматься переработками и репетиторством. При этом количество школ при Путине резко сократилось. С 2000 года в России закрылось треть школ, и 68 тысяч к 2022 году осталось 40. Об их состоянии лучше всего говорит резонанса от конкурса на худший школьный туалет. Этот конкурс настолько ломал пропагандистский нарратив о великой державе, что организаторы отказались от публикации фотографий этих самых туалетов. Зато теперь сразу после школы можно подписывать контракт с вооруженными силами. Это по-своему логично. Маршировал, как юнормеец, сидел за партой героя, плел маскировочные сети. Куда дальше? Ну, в армию, конечно, умирать. Это вот буквально такой социальный лифт с точки зрения властей. Кое-где рекламу службы по контракту буквально вешают уже на школьные заборы. И уже довольно много вчерашних школьников погибли на войне. То, что происходит с детьми и школой, это самое большое преступление. Это преступление перед будущими поколениями. Режим на наших глазах становится действительно тоталитарным. Он влезает не только в политику, экономику, медиа. Власть все больше контролирует личную жизнь, быт людей. И, конечно, режим не может пройти мимо школы. Можно делать вид, что политика вас не касается. Можно считать, что ваше место в экономике слишком мало, чтобы привлечь внимание властей. Можно даже приучиться скрывать мысли, быть очень осторожным в переписке и разговорах. Но вы не можете избежать начального и среднего образования для ваших детей. А дети – это наше продолжение. Это ответ на вопрос о смысле жизни. У нас у всех разные представления о желаемом пути для наших детей. Но мы все хотим детям счастья, достатка, самореализации, долгих лет. Лайджис стремится воспитывать из наших детей путинских шахидов для СВО, чье единственное предназначение – пойти на войну и умереть, попутно создав многодетную семью для воспроизводства личного состава вооруженных сил. Счастливо вам. Нам нужна школа, которая будет готовить детей к жизни, а не отправлять их на смерть, отравляя пропагандой войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова